добрый вечер добрый вечер мы сегодня продолжаем разговора книги даниэля я напомню вкратце кто к чему пришли в прошлый раз похоже что за фигурой на ухода носора изображая изображена в книге даниэля скрывается последний царь мавилона набу ниды или набу наиды как его иногда по-русски называют которого сближают с героем книги даниэля ряд сюжетных линий и главным образом история со странным сном в результате которой этот царь был фактически обращен в животное и находился там некое количество лет пока значит не отбыл свое наказание послана ему богом мы читали отрывок из кумранского текста который повествовал которым приводится молитва на бунида на бунида и там упоминается некий еврей который ему объясняет происходящее и нам известно что действительно на бунид был фигурой крайне контроверсальный он оставил в известный момент вавилон и отправился на запад в частности побывал на аравийском полуострове с тем чтобы завоевать там земли и находился некоторое количество лет вместе называемого называемым тайма и целью его собственно похода был харан он проводил некие религиозные реформы которые были очень не популярны в среде вавилонского жречества потому что он под влиянием видимо своей матери делает главным божеством сина немножко напоминает историю с эхнатоном в египте который превращает главное единственное большинство атона бога божество божество солнечного диска вот но их на то на это сопровождалось еще такой очень резкой анти ну можно сказать и накласть и накласской деятельностью уничтожением образов других богов по поводу на плане нам ничего такого не известно но во всяком случае он начинает бы всячески выдвигать сина бога луны который которому действительно поклонялись в хоране и кончает он свою жизнь собственно тем что возвращается в город тот момент когда вавилон когда он уже фактически осажден персами и становится свидетелем падения своего города значит дополнительным аргументом польза того что перед нами набунид является то обстоятельство что в книге даниэля сыном набунид называется волтосары и дальше царь мы знаем я вам показывал в предыдущий раз таблицу покажу еще раз чтобы шоцар был сыном сыном набунида секунду не открывается пол секунды вот вот эта таблица которая демонстрирует последовательность царей нового вавилонской династии вот ее основатель нового полоса ротец на ухода носора сам на ухода носа или марадах называется танахи радах аладан нергаль шрецер и потом фактически семейная линия на буквально саранов ухода носа прерывается с убийством последнего из наследника вот этого вашей мардук и восходит на престол представитель совершенно боковой ветви набунид и большацар это собственно говоря его сын который сам царем не был а во время пребывания набунида за пределами вавилона был как бы официальным его представителям и нас и объявленным наследником престола теперь книга даниэля рассказывает в пятой главе что был шоцар был сыном новохода носа и это дополнительная аргумент пользу того что новохода носа в книге даниэля заменяет собой набунида последнего из моевонских царей я напомню вам что я выдвинул предположение которое как бы не является моим вот оно достаточно логичное что на ухода носа как он называется на иврите на уходный цар заменил собою набунида потому что был в еврейском религиозном сознании он был фигурой гораздо более значимым а это был царь который которому вменялось с одной стороны в вину разрушения храма с другой стороны у него как бы были особые отношения с богом потому что пророк ирмия у объявил его рабом бога исполнителем его воли а поэтому отношения между на ухода носа и богом израиля в книге даниэля достаточно сложный с одной стороны это царь гордец который который ставит себя наравне с богом и за это наказывается а с другой стороны это тот который в результате нескольких сюжетов которые читали там скажем сюжет связанный со сном его колосс на глиняных ногах и история с превращением в полу зверя значит он в результате славит бога и признает его власть над собой а это укладывается в образ на ухода носора каким он предстает вот но повторяю судя по всему за этой фигурой стоит исторический набонит что касается больша цара мы это знаменитая история про валтасаров пир он устраивает пир как сказано для тысячи своих вельмож и вместе с ними пьет вино на это некоторые с одной стороны мотив хорошо известный нам из библейской не только библейской литературе царь который погрязает в пьянстве и поэтому приводит свое царство если не на грани татастрофы то ввергает его в немалую беду в немалые проблемы нам-то знакомые по книге эстер значит надо отметить что и геродот пишет о том что в момент осады вавилона перцами жители праздновали некий праздник но это было не что-то связанное исключительно с царской волей здесь же говорится о том что царь валт был шацар устроил большой пир и мудрецы алмуда задаются вопросом почему собственно говоря все эти царей пируют они приходят такому довольно неожиданному выводу что и был шацар и ахашверошкин гейстер и на самом деле и другие цари вавилонии персии все они пировали каждый раз когда с их точки зрения наступал вожделенный момент из истечения пророчества ирмияу согласно пророку ирмияу разрушение иудеи продлится 70 лет после чего наступит спасение и вот мидраж говорит о том что все эти цари считали годы и каждый раз когда им казалось что время уже наступило они устраивали пир значит и каждый раз здесь на ошибались причем вполне возможно что исходной точкой этого мидраша был именно была именно история о был шацаре поскольку именно в его случае говорится что он захмелев приказал принести на пир золотые и серебряные сосуды которые были взяты на ухода носом из иерусалимского храма а и это создает для мидраша некоторую базу почему почему в шацар решается пить из этих сосудов потому что он считает что 70 лет прошло избавление не наступило бояться больше нечего на это конечно мидраж а в реальности реальности мы поговорим о том как погиб реальный был шацар болтасар он погиб совсем не во время пира вот но всяком случае он пирует и вот в этот момент когда все они пируют и пьют из сосудов из храмовых сосудов и вместе с ними его вельможи жены и наложницы вдруг появляется кисть руки и начинает писать на стене дворца напротив светильника и царя это приводит в ужас а тут такое довольно красочное описание того как он приходит ужас него трясутся поджилки у него стучат колени одно другое и он также точно как и на выходный цар требует привести к себе всех мудрецов чтобы ему растолковали написанную надпись что ее надо прочесть и истолковать почему собственно говоря царь не может прочесть эту надпись нам не разъясняется что она написана каких-то на каком-то языке которого царь не знает может быть с точки зрения с точки зрения автора этого рассказа надпись была сделана на иврите хотя на самом деле как вы дальше выясняется она на арамейском языке казалось бы язык который царь должен был знать во всяком случае понятно что это сопрягается с история о сне на уходоносора во второй главе где на уходоносор требовал от своих мудрецов не только истолкование сна но и того чтобы этот сон был пересказан а чтобы они ему рассказали сон а потом истолковали так и здесь надо надпись сначала прочесть а потом истолковать в отличие от на уходоносора который который требует немедленно казнить отказавшихся исполнить его приказания мудрецов был шацар тут как раз лучших фольклорных традициях объявляет награду тому кто может истолковать он будет одет царский пурпур получит золотую цепь на шеи станет третьим человеком в государстве значит третьим видимо после него самого и после царицы а может быть здесь как бы сохраняется смутное воспоминание о том чтобы шацар был вторым человеком после своего отца на брони да наследником престола и здесь обещает толкователю роль третьего человека в государстве его жена царица приходит и подходит к царю и говорит что не нужно впадать в панику вот еще при твоем отце царе на уходоносоре главой магов был назначен некто по имени даниэль вот пусть он и истолкует и даниэля приводят был шацару тот спрашивает сам ли деле этот даниэль который был приведен из аудеи вот я слышал что в тебе есть божественный дух мы снова здесь на самом деле оказываемся в рамках скрытой аналогии между даниэлем и иосифом потому что я также точно фараон обращался к приведенному к нему иосифу правда даниэль придет здесь не из тюрьмы а из вполне почтенного дома вот даниэль говорит что он не нуждается в царских подарках и что он сейчас объяснит царю на прочтет царю надпись и объяснит и вот что собственно говоря произносит что говорит даниэль царь ну худоносору твоему отцу бог всевышний дал царство величия славу и почет перед величием которое бог ему дал все народы роды и племена дрожали в страхе кого хотел царь казнил кого хотел миловал кого хотел возвышал кого хотел низлагал но он превознесся стал гордым и чванливым а потому низвергнут был царского престола лишён всей своей славы упоминание вот того сюжета которыми обсуждали в прошлый раз с тех пор не жил он среди людей и стал разумом как зверь с дикими ослами он обитал питался травой как скот омывался росой небесной пока не понял что бог всевышний властен над царством человеческим и возводит на царство кого пожелает ты же был шацар и волкасар сын его не смирился сердцем хотя знал все это то есть как бы как это опять же нередко бывает такого рода сюжетах происходит интенсификация с одной стороны значит и отец предыдущий царь грешил гордыни но наследник доводит это до некой точки экстремума и поэтому на этот раз расплата и гибель неизбежны от этого уже уйти никак невозможно ты вас стал против владыки небесного взял храмовые сосуды это знак бунта тебе принесли сосуды взятые из дома его и ты со своими гельможами женами наложницами пьешь из них вино ты восхваляешь богов сделанных из серебра и золота из меди и железа из дерева и камня опять же это создает аналогию сосновного худоносора и когда мы читали этот рассказ о сменном худоносора мы говорили о том что это он может быть истолкован как в отношении смены царств так и в отношении смены царей в рамках нового илонской династии здесь дается намек на третье возможное толкование что это как бы смена богов на множество богов вот они золотые серебряные медные железные деревянные каменные которые ничего не видят и не слышат и не понимают а бога в чьей власти твоя жизнь и судьба ты не славишь потому от него послана рука и написаны эти слова что же написано в этой надписи многие хорошо это знают потому что это на слуху мене мене текел уфаксин вот что написано значит причем эта надпись достаточно краткая загадочно не только по содержанию но и по форме что надпись очевидно парамейский первые слова вполне укладывается в грамматические парадигмы мене мене текел это глагол который можно понять как сосчитал сосчитал взвесил а это те же глаголы что и литте мана и шакал здесь мене текел при этом непонятно почему собственно глагол не повторен дважды это кажется довольно странным казалось бы мы ожидали бы что каждое из слов будет сказано только один раз а здесь тем не менее это повторено повторено два раза как будто бы делается попытка создать всю ту же модель значит вот четверицы должно быть всего четыре а четыре вот этих смены то ли царств три царей в династии нововилонской четыре царя и вот снова 4 4 слова это как бы странно теперь третье слово парсин на но грамматически не укладывается ни в какую парадигму хотя связано по корневому значению как с ивритом против арамейским перас или парас это рассекать и поэтому когда даниэль толкует галша цару эту надпись то он говорит следующие слова причем надо отметить что напоминаю что весит текст написан по-арамейски в этом смысле сама по себе надпись не выглядит чем-то не создает никакой диссонанс на общем фоне она она как бы в рамках в рамках все все тех же того же языка тех же слов вот при том что ее содержание туман вот даниэль говорит так что надпись значит что бог исчислил твое царство он исчислил то есть сосчитал как бы годы твоего царства я и завершил его как в детской сказке он меня посчитал а это всегда опасно а вот этот счет который может привести катастрофе известное древнее воззрение которое появляется у разных народов в том числе и в танахе зафиксированное опасно считать как бы это может привести к знания точного количества каких бы то ни было предметов или людей может привести к непредсказуемым и иногда трагическим последствиями здесь вот это тоже находит свое выражение бог посчитал свое царство и завершил его он взвесил тебя на весах и обнаружилось или буквально ты был найден недостаточным и что как хасир это был найден недостаточным то есть недостаточным видимо в том смысле что тебя как бы тебя ожидает ожидает наказание тебя ожидает тебя ожидает наказание ты как бы мало мало весишь ты недостоин видимо так это надо понимать ты недостоин того почета и уважения которое у тебя на сегодняшний день есть а последнее слово парсин толкуется тоже как глагол или как бы страдательное причастие что царство твое будет разделено и отдана мидии и персии а значит в какой мере в самом деле толкование надписи и само ее содержание изначально соответствовали друг другу мы не можем сказать с определенностью потому что вполне возможно рассказчик воспользовался какой-то существующей магической формулы которая была ему известна и вставил ее просказ мене мене шикель уфарсин тебе некоторые комментаторы полагают как я уже сказал что из-за вот этого удвоения словами на в нем пытает здесь пытаются увидеть намеки опять на модель четырех царств четырех царств или же четырех царей династии новой лонской династии и поэтому должны быть четыре слова если это четыре царства то какие возможно вавилон ассирия вавилон мидия и персия а может быть как некоторые полагают вавилон мидия персия и греция которая тоже на известном этапе было воспринято как разделившееся царство после смерти александра македонского возможно и такое толкование существовало у этой странной надписи вот тут еще надо отметить любопытный такой момент что все эти слова еще намекают на денежные единицы имевшие хождения в ту пору а именно а именно значит мина шекель одна мина это 60 шекелей и террас который является собой полмины не исключено что это им могло возможно что это и есть исконное значение этой надписи которая изображает какие-то пертурбации символические в рамках царства такая своего рода синусоида подъем высшая точка царства его спад на это не меньше единица и снова некоторые частичный подъем вот этот самый праз значит точно мы этого опять же не знаем не исключено также что слову парсин намекает на слово парас то есть персия и это возможно вот так или иначе точно чем собственно говоря завершается рассказ рассказ завершается тем что несмотря на отказ даниэля белша царь облачает его пурпур надевает золотую цепь на шее провозглашает третьим человеком государства и в ту же ночь как тут говорится белша царь халдеев был убит а царем стал дарий мидийский было ему тогда 62 года значит начнем с белша царь понятно что эта история с надписью имеет значение символическое и поучительное зло неизбежно повергается богом и наказывается более того это как бы укладывается в рамках общей концепции книги даниэля все это предрешено а это как бы некоторые вещи которые невозможно предотвратить книги даниэля царит царит абсолютный детерминизм бог рассчитал и взвесил и разделил нужно только понять смысл но само божественное решение не отменимо в этом смысле прошлый раз кто-то назвал даниэля пророком да мы будем еще говорить дальнейшем об отличие пророчества от апокалиптической литературы но замечу что один из основных месседжей послания но из основных посланий и библейских пророков был было послание о том что можно предотвратить несчастье а вот как правило пророки говорят о том что несчастье не неизбежно если тот кому грозят этим несчастьем будь то царь или целый народ савер раскаивается в своих поступках он может заслужить прощение такое и такой своего рода иллюстрации к этой идеи является поздняя созданная в персидскую эпоху книга юны которая вот этой идее значительной степени посвящена здесь же ничего такого нет ни о каких ни о ком раскаянии речь не идет хотя можно конечно сказать что в истории с нау худоносором как раз нау худоносор получает проще но при этом при этом судя по всему судя по всему это прощение которое нау худоносор правильнее сказать на бунин получает это тоже не результат человек чисто человеческой инициативы потому что там сказано так даниэль говорит на у худоносору отныне лишен ты царства жить тебе не среди людей с дикими зверями будешь питаться травой как скот так пройдет семь лет и ты поймешь что на царством человеческим властям всевышний дает он его кому пожелает то есть как бы и это предрешено заранее это важно понимать когда мы читаем книгу даниэля теперь от этого поучительного момента к историческому а что произошло на самом деле на самом деле когда персы осадили вавилон и вавилон пал в пятьсот тридцать девятом году до новой эры то был шацар наследник престола до последнего защищавший город пал в бою это то что нам известно как из вавилона персидских источников так и из греческих источников был шацар был шацар погибает вот а а а хотя 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 рассказывается и версия согласно которой действительно убивают в результате заговора но правда об этом рассказывает все на фронт но правда не не был шацар а как раз на бомида который напомню непосредственно перед падением города проник вернулся в вавилон вот согласно геродоту по крайней мере на бунид добровольно сдался в плен персам и был создан почетную ссылку там он собственно говоря и окончил свои дни вот так что в истории книги даниэля остается лишь какое-то слабое воспоминание о реальной судьбе бэль шацара наследника престола который следствие того что отец его в общем оставил государственные дела по сути дела принял на себя защиту города значит еще одна странность в тексте который мы сейчас читаем заключается в том что по смерти бэль шацара царем как тут сказано стал дарий медийский которому было тогда 62 года как сказано это крайне странно почему во первых потому что медиа как на иврите называют мадай достигла вершины своего могущества в как раз в за сто лет примерно до того меньше чем меньше чем за сто лет но момент падения не в ассирии что 12 медийцы вместе с вавилонинами с которыми они заключили союз принимали в этом активное участие но как раз момент падения вавилона пятьсот тридцать девятом медийца как государственная единица уже не существовали они были поглощены персами кир основатель новой персидской династии захватил медию незадолго того и превратил ее в часть своей империи более того по после падения вавилона власти приходит действительно кир и это отражено не только каких-то внешних источник это нет не отрицается и текстами танах мы видим это и в таких книгах как книги мы видим это в троисай как бы кир тот человек который принял власть в павшем вавилоне мы это обсуждали как же сюда затесался дарий медийский мы знаем вообще что дарий если речь идет о дарии первым пришел к власти через восемь лет после смерти кира и то не сразу после него а после гибели сына кира канбуза и который тоже успел проправить восемь лет и погиб и тогда дарий не принадлежал к этой семье был из побочной опять же ветви приходит в власти дарий 1 или как его называют дарий великий никакого дария медийского нет и получается что в общем с точки зрения исторической то что пишется здесь книги даниэля не соответствует никакой известной нам действительности почему же автор книги даниэля допускает такую вещь а можно конечно просто сказать что он плохо разбирался в описываемом историческом периоде и ноляпал ошибок но думается что все не так просто а что он опять же следовал очень четкой схеме четырех царств которые должны сменять друг другу и которая эта смена известно нам из документов главным образом греческого периода там правда вавилон упоминается между прочим потому что вавилонская империя существовала мало времени там главным образом упоминается ассирия медиа персия и греция в книге даниэля ассирия заменена судя по всему вавилоном когда мы будем читать шестую главу мы об этом поговорим поскольку с точки зрения иудейских изгнанников ассирия была чем-то далеким далеким воспоминанием которая практически не накладывала отпечатка на их сознание а вот вавилон разрушивший иерусалимский храм был действительно образом чудовищным и если следовать этой логике получается по мнению автора нашего последовательной царств именно такова и должна быть вавилон медиа персия и и затем греция поэтому само появление царя медийского здесь не случайно а вот почему это самом деле дарень это вещь которая почти что не поддается объяснений более поздний глава книги даниэля это даре будет назван сыном ахашвироша как медийца напомню что как раз ахашвирош согласно историческим свидетельствам и в том числе свидетельствам самого таранаха как раз был пришел класть и после далее все было наоборот он был сыном дарья они дари его сыном вопытно что потом медраж в литературе мудрецов усваивает эту схему даниэль и тоже называет дарья сына махашвироша и ст как бы соединяет книгу даниэля с книгой с книгой вот возможно что автор книги даниэля воспользовался просто хорошо знакомым ему именем и как бы считая что нужно найти какого-то медийского царя на должность предшествующего персом он взял здесь в самом деле взял здесь самом деле имя дарья точно опять же на этот вопрос мы не можем ответить это как бы остается одной из загадок книги даниэля я поставлю здесь некоторую точку и перед тем как перейти к следующей теме значит я готов выслушать ваши вопросы если таковые имеются напомню только что мы читаем книгу даниэля не не по порядку глав а тематическими блоками ну хорошо если пока вопросов нет то мы переходим к обсуждению 3 6 глав книги даниэля да пожалуйста здесь можно хотела бы всяким уточнить почему в книге каким образом вообще возникла вот это вот постоянная но путаница через полоса в отношении того кто был кто был царем это относится и к широшу и вот некий вот дарь и дарь и медийский где возникла книги даниэля вы имеете ввиду книги даниэля да смотрите что касается ахашвироша прежде всего опять же я хочу подчеркнуть что происходит какая-то с исторической точки зрения подмена а потому что что получается что по книге даниэля после вавилонских царей власти приходит дарь и который является сыном ахашвироша о котором значит который медиец и получается что он вообще с точки зрения автора книги даниэля нет не являлся царем персидской империи а потом этого дарья сменяет кир да то есть ровно все наоборот последовательность персидских царей хаменидов кир камбуз камбиз что утама да ну это как бы смутное время да смутное время борьба за власть но сами как бы такие настоящие цари династия хаменидов камбиз дарий серкс он же видимо ахашвирош и так далее да значит повторяю можно конечно списать вот эту странную странная путаницу последовательности царей на на то что автор не очень вообще как бы ориентировался в исторической действительности персидского периода что кстати говоря в таком при таком объяснении дополнительное может служить дополнительным аргументом поздней датировки книги вот но с другой стороны как я сказал возможно здесь давлеет вот эта модель которая была действительно такой важной исторической схемой составляющей на древнем востоке того времени а вот эта смена четырех царств у нас есть так называемый аккадские пророчества значит которые были созданы в эпоху селевкидов уже и которые вот демонстрировали эту четырех частную историческую модель и где всегда перед персией была мидия а то есть то что у книги даниэля мидия перед персией это в рамках этой модели теперь почему медийцами становятся дарий яхашвирош у даниэля непонятно да значит знал ли он например рассказанная книгах эзра и нахэми где последовательность царей совершенно правильно мы не знаем может быть знал может быть и нет может быть он повторяю искал просто подходящие имена для того чтобы имена известны для того чтобы обозначить мидийского мидийскую династию о которой фактически нет ни слова на самом деле в исторических книгах тонах мидия мало кого интересует потому что опять же что такое мидия для реального израиля того времени мидия это союзница вавилона в борьбе против ассирии борьба которая тогда никак не коснулась иудеи поэтому возможно что вот это появление имен дарий яхашвирош связано именно с тем с поиском таких подходящих кандидатов почему он поменял к тому же здесь последовательность появления этих двух царей как дарий стал сыном ахашвироша они наоборот вот на этот вопрос боюсь ответа нет если не пытаться предполагать как бы конечно и такие предположения имеют право на существование что он имел ввиду какие-то другие личности о которых что-то слышал и знал и которые носили такие же имена но это предположение чисто спекулятивное я думаю что он как бы ну это как в известном смысле можно сравнить с мидражем на мидраж иногда запросто путает и периоды царей например мидраж может свободно рассказать мы когда-то это обсуждали с вами что раббан юханан бен закай вышел из иерусалимских стен и попал на прием к веспасиану который иерусалим осаждал между тем мы знаем точно что веспасиан никогда у стены иерусалима не осаждал его его сын тит да то есть как бы есть нам кажется может быть это странным но на самом деле как бы есть у такого жанра который не чувствует себя обязанным соблюдать очень четкие исторические конвенции есть отступление я по крайней мере не нахожу другого объяснения чтобы для этого феномена который мы наблюдаем и даниэль окей значит вот мы сейчас начнем следующий раз продолжим сейчас мы наконец дошли до этого до очень загадочного странного моментов и и даниэля до мартирологии книги даниэля то есть того что называется на иврите термином кедуша шем книги даниэля это описывается в двух главах 3 6 и и это на самом деле первые единственной фтанахи реально описанный случай и такого рода а потому что скажем если мы сравним это с книги эстер вообще многое не досказано в общем как бы с некоторой натяжкой можно подвести мордыхая под этот мотив на что он отказывается кланяться аману именно на религиозной почве да это как бы прямо в книге эстер не говорить хотя возможно и подразумевается вот прямое и ясное объяснение такого поведения содержится именно в книге даниэля в двух местах в третьей главе когда в центре находится трое соратников соперсников друзей даниэля хана не азария и михаэль и и и шестой главе где прошу прощения только не михаэля миша миша и вот и в шестой главе где главной фигурой мартира является сам даниэль в третьей главе героев бросают в огненную печь в шестой главе героя бросают в пещеру со львами а это как бы общий общая канва теперь мы потихонечку пойдем потому что это действительно очень важная история и важно понять когда и при каких обстоятельствах они создавались значит что касается первой истории которая рассказывается в третьей главе то она начинается со знаменитой сцены где царь навухода носор опять же велит сделать золотого идола в 60 локтей высотой 6 локтей шириной и поставить его в долине дура вавилоне долина вполне реальная дурак кстати по-кацки обозначает стена теперь нам на самом деле ничего не известно о том что чтобы царь навуходный царь что-то такое делал но вот что любопытное это еще дополнительная связка с его потомком на бонидом на бонид как я уже сказал был не в ладах с вавилонским жречеством которая всячески пыталась его как бы лишить легитимности правление так вот в частности любопытно что есть тексты которые приписаны вавилонским жрецам которые рассказывают о набониде в частности то что он поставил огромного истукана в образе какого-то демона как подобного которому не было на всей земле возможно что это как бы от какой-то эхо попыток на бонидо превратить сина бога луны центральное божество вавилона вот и его обвиняют в этом деянии значит это такая любопытная очень параллель а значит вполне возможно что у автора нашей книги был доступ вот этим самым текстом приписываемым вавилонским жрецам но опять же он это интерполирует на 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 ухода носора и дальше тут рассказывается что на ухода носор созывает всех своих вельмож они называются тут множество син различных терминов часть из них персидских часть аккадских на то есть как бы он смешивает щедрый так сказать рукой разные 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 языки и разные периоды и объявляет лошадой слушайте все народы как только вы услышите звуки вот тут очень важно по-русски переведено рога свирели кефары гусли арфы волынки и прочую музыку падите ниц и поклонитесь золотому и да у которого поста который поставил царь нам куда носа а кто не пойдет и не поклониться того немедленно бросит в пылающую печь теперь я хочу обратить ваше внимание на название этих инструментов это очень важный существенный для нас момент часть опять же этих инструментов называются вполне семитскими арамейским например названием скажем вот это то что здесь переведено на русский язык как рог это карна машрокита да керен это рог машрокита это то во что свистят машрокит как и в иврите но вот слова которые переведено как кефара кит раз а также слово которое переведено здесь как гусли сантрын а также слово которое переведено как арфа сумпонья вот эти слова нас чрезвычайно интересуют потому что потому что эти слова эти слова греческого происхождения слово кит раз происходит по сути по судя по всему от греческого кефара который обозначает струнный инструмент некий струнный инструмент кстати любопытно что в современном иврите этим словом сначала называли гитару посход по созвучию на собственно гитара от этого термина исходные происходят теперь слово псантер которым называют сегодня на иврите пианино является транслизерация греческого псалтирион псалтирион откуда происходит кстати слову псалтырь да и в русский язык оно вошло на церковно-славянский перевод танаха так называется книга псалмов да псалтирион это музыкальный инструмент на котором играют и читают религиозную поэзию судя по всему мечты вроде арфы совсем как раз не пианино появляется этот термин впервые у аристотеля что касается сумпония тут тоже нет никакой никакого сомнения что это связано с греческим словом хорошо нам известным симфония который и в греческом языке того периода и сегодня в европейских языках том числе и русском обозначает вид музыкальный просодий да это гармония у платона и аристотеля это гармония не какой-то определенный музыкальный инструмент в книге даниэля это появляется в роли какого-то видимо струнного музыкального инструмента теперь о чем это говорит это говорит о том что рассказ очевидно создается тогда когда термины такого рода могли быть известны а когда они могли быть известны судя по всему только после появления на из наших местах александра македонского после того как он завоевал территорию после того что она разделилась дальше можно спорить при какого это времени первое столетие птолемея под властью птолемеев или второе и далее столетия под властью селевкидов но во всяком случае это греческие термины мы знаем действительно что еще в восьмом веке до новой эры в разных армиях древнего востока в том числе и иудейской служили греческие наемники оплеты так называемые но вряд ли они могли принести такого рода лексику вот эта лексика совершенно несомненно взятая из известных автору греческих образцов греческих текстов возможно из симпозиумов и каких-то еще пиров и других событий то есть мы должны понимать что мы здесь фактически находимся в некотором двойном времени а с одной стороны время нарратива это время царя на ухода носа даже я бы сказал в тройном время с одной стороны это время царя на ухода носа согласно нарратива заново хода носа ром скрывается судя по всему фигура его потомка на бонида но время реального написания этого текста судя по всему следует нести греческой эпохи и когда мы будем дальше разбирать этот текст мы это должны были иметь в виду мы зададимся вопросом а было ли в вавилонскую в персидскую эпоху нечто подобное тому что описано в нашем рассказе гонение за веру требования поклониться непременно вот этому божеству а иначе всех постигнет гибель а причем гибель очень жестокая сгореть в огне и че на это тоже такой не имеющий аналога здесь мотив который будет дальнейшем играть очень большую роль в истории еврейской мартирологии и христианской тоже и который я как бы здесь сделал такую пробу возможно отчасти связан с представлением о том что евреи выходившие из египта упоминается уже вторих мы говорим что они как бы выходят из плавильной печи кур барзели железной плавильной печи выходит евреи египет это вот такая железная плавильная печь и возможно возможно что это образ и подсказал автору книги даниэля такой вот способ противостояния между языческой властью и еврейскими мартирами дальше тут говорится время наше постепенно выходит но еще несколько минут на дальше говорится что все исполнили требования на куда носора но нашлись доносчики которые сказали вот ты царь повелел это а между тем те евреи которым ты поручил управлять делами вавилонии которые здесь называются кстати вавилонскими именами шадрах мишах обедный го они тебя не слушаются твоим богам не служат и золотому идолу которого ты поставил не поклоняются царь кневается и требует привести к себе этих юношей и происходит между ними разговор правда ли не служите моим богам не поклоняетесь моему идолу если вы не сделаете этого сейчас у вас бросят в огненную печь и вас никто тогда не вызвали из печи из моих рук на что эти трое заметьте отсутствие даниэля мы это будем следующий раз обсуждать почему даниэль не присутствует в этом рассказе он отвечает на ухода носору наш бог которому мы служим если захочет вызволить нас испылающие печи из твоих рук а если нет то все равно царь своим богам служить не станем золотому идолу которого ты поставил мы не поклонимся и царь приказывает раскалить печь и бросить их в эту пылающую печь в огонь их связывают бросает в печь я хочу единственное что по поводу образа печи этой огненной печи огненной пылающей печи я хочу добавить еще одну вещь помимо уже упомянутого мною образа плавильной печи железной из которой израиль вышел из египта и чудом остался жив там есть еще один возможный источник для вот такого изображения значит есть книги ирмия у которая вообще играет довольно существенную роль для даниэля упоминаются двадцать девятой главе книги ирмия у два неких пророка которые пророчествуют как он говорит от имени моего ложная и и бог отдает их руки на ухудоносора как и там говорится что он сжег в огне это отчасти связано с именем одного из этих пророков ахав бен колья корень этот кола обозначает сжигать колуи сожженный на носор сжег их в огне возможно что этот образ тоже повлиял на вот сюжет который даниэля разрабатывается вот стража связывает наших героев бросает в печь она раскалена и накалена так что до такой степени что те которые их бросили сами погибают от пламени в то время как связанные упавшие в печь трое друзей оказываются в живых что изумляет на ухудоносора который спрашивает мы же их сбросили связанными в печь говорит именно так а как же я во первых вижу что свободно ходят они среди огня и кроме того там не трое четверо и четвертый он говорит подобен богу и сам на ухудоносор подходит печи и зовет их выходите из при обратно рабы бога они выходят из огня и все видят что у них даже волосы не опалены и одежда не сгорела и это приводит на ухудоносора опять же в изумление которое и как и в других рассказах имеет своим неизбежным следствием признание на ухудоносором бога израиля благословен говорит он бог шадраха мишаха я вед него пославший своего ангела на он понимает что этот четвертый был ангел спасший рабов своих что в него верили они ослушались царской воли не пожалели своей жизни но не стали не служить не поклоняться никакому богу кроме своего мой приказ всем народам родам и племенам кто будет непочтительно говорить о боге шадраха мишаха я вед него того пусть разрубят на куски дом его разрушит ибо никакой другой бог не сможет так спасать как этот бог спасает и затем он им дает важные должности заканчивается рассказ значит мы посмотрим следующий раз на этот рассказ как и на рассказ шестой главе с нескольких точек зрения с исторической точки зрения что за этим рассказом может стоять с точки зрения того какое влияние он оказал на дальнейшую библейскую литературу и на как бы поздних ее образцов на тому в частности много занимается историей об этих юношах мы наконец зададимся и композиционным вопросом связанным с тем как устроены вот эти рассказы книги даниэля почему в одних является только даниэль других появляются трое друзей мы также поговорим и о добавках септуагинты к этому нашему мартирологическому рассказу и другим текстом в книге даниэля здесь мы поставим пока что точку вопросы если есть пожалуйста вопросы замечания если вопросы замечания пожелания для народ самое время спросить вопросы замечания в любом случае вам предлагаю внимательно прочитать перед следующим занятием эти две главы книги даниэля третью и шестую которые каждая по-своему рассказывает мартирологический сюжет и всем чтобы моменту такого более углубленного обсуждения этих текстов вы были как бы уже хорошо знакомы с ним окей ну хорошо поедем народ настолько поражен услышанным что нужно осознать произошедшее окей тогда мы на этом как бы закончим правильно пожалуйста на следующем разу можно вопросы можно писать лектора непосредственно можно у нас телеграме задавать вопросы нашей группе как угодно либо задайте в следующий раз хорошо поскольку аудитория пока что безмолвство когда мы на этом заканчиваем правильно хорошо хорошо спасибо большое всем счастливо пока всем счастливо пока